Сибирский федеральный округ спортсменам нужно было не оплошать в исполнении элементов, а также короткой и произвольной программах. Омская школа фигурного катания известна далеко за пределами нашего региона. И, разумеется, наши звездочки сумели получить путевки на Россию. В младшей группе «Амички» заняли весь педестал. Лучшей стала Варвара Шарапова, показавшая свое мастерство в элементах и короткой программе. Серебро взяла Екатерина Авдеева, ставшая лучшей в произвольной программе. Бронза у Дарьи Фритиковой. Сегодня был не лучший прокат, меня вытянули элементы. У меня сегодня получились каскады. Первый каскад – это был лучший луп, и второй каскад – это был флип-ритбергер. Но буду стараться прыгнуть. Еще один прыжок – дупель. Среди мальчиков в тройку сильнейших вошел Амич Виталий Трошкин. А лидером в этой категории стал приморский фигурист Ярослав Мечаев, который почти на два балла обошел красноярца Дамира Ахмадеева. У нас был небольшой провал в 2004-2005 году, который как раз представляет сейчас старший возраст. Поэтому мы с тех спортсменов, которых смогли сохранить, выбор был бы небольшой. Поэтому, может быть, мы еще не совсем их успели подготовить. Потому что, знаете, очень долгий промежуток времени, на протяжении нескольких лет, наши спортсмены занимали практически весь пьедестал. Первое, второе, третье – и младших, и старших, и в мальчишках, и в девчонках. Поэтому, конечно, сейчас мы некоторые позиции немножко в старшей группе потеряли. Но я надеюсь, что мы все уверены. В старшей возрастной группе первенствовали новосибирские спортсмены. Безоговорочным лидером стал Максим Самулин. А на вторую ступень поднялся его земляк Данил Ступников. Замкнул же призовую тройку Владислав Вильчик из Томской области. Я вообще, в принципе, люблю в Омске, когда соревнования проходят. Потому что, ну, здесь, я думаю, очень хороший лед. А на соревнованиях у меня получился самый сложный прыжок. Ну, и как бы, это очень хорошо, что я занял первое место. И это же отбор. И я попадаю на Россию старшего возраста. Это очень хорошо. У девушек в этой возрастной группе победу также праздновали спортсменки из Новосибирска. Полина Егорова. Третье место досталось омской фигуристке Анастасии Полонской. Результат, конечно, можно было бы лучше прокатать короткую программу и произвольную тоже. Ну, в целом, как, нормально. Впечатления хорошие. Хотелось поехать. Посоревноваться с теми, кто умеет прыгать намного больше, чем я. Тем, кому удалось доказать свое превосходство на Омском льду, теперь предстоит побороться за награды на финальных состязаниях первенства России в мемориале Станислава Жука, которые пройдут с 3 по 7 марта в Саранске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин